Далеко не каждый корабль отправится в путешествие вокруг всей планеты. И редкому гостю покажут потаенные уголки самого большого в мире парусника. Сегодня в рубрике «Дневники кругосветки» экскурсия, которую для зрителей Арктик ТВ проводит старший боцман Седова Николай Козлов. Здесь не слышно, как океанская вода бьет о борт и нет иллюминаторов. С первого взгляда и не поймешь, что за помещение. Дело в том, что его нельзя использовать не как склад. Используют, которые уже практически ненужные вещи, но жалко еще выбросить. Их оставляют на потом, где-то что-то подремонтировать. А так здесь нет вентиляции, и все, что здесь находится, оно все плеснеет, ржавеет. Поэтому используем здесь как склад его нельзя. Это своего рода подземелье Седова, упрятанное под палубами кофердам. Средний коридор между танками с балластной водой и пресной. Сегодня старший боцман проверяет его состояние. Принимают и откачивают балласт. Все перемещение балласта это по указанию капитана, в принципе, делается в записи в журнале. А так у нас, в принципе, балласт постоянный. И при поставленных парусах крен ровнять балластом нежелательно, потому что ветер может отойти, и опаруса обстенится, и судно может накрениться на другой борт совершенно. Поэтому нежелательно менять пару. Крен балластом. Набрали, и с этим балластом мы идем. Но если необходимо осадку уменьшить, допустим, при заходе в борт, то здесь, естественно, перекачка балланса. Балласт уменьшает осадку. А вот загадка. Вроде и воды в море достаточно, и счетчики с родни домашним никто не ставит, а каждый литр на счету. Расход воды большой. Рейс к концу идет. Все запасы использовали, работаем сейчас, живем за счет обриснителя. Вот, поэтому желательно экономить воду. А вот и разгадка. Оприснитель, он, кстати, расположен за одной из стен. Кафирдама пропускает за сутки около 10 тонн, а требуется 30 при полной загрузке во время кругосветки. Впрочем, моряки люди запасливые, и воды на борту всегда достаточно.